всем привет в этом видео хотел бы показать вам внутренности такого проектора новинки который недавно появился на от компании взадка c3 я думаю для многих это будет интересно давайте посмотрим как он разбирается для начала нужно открутить винты здесь раз два три 4 5 и здесь под этой пленкой еще 6 сейчас я откручу и так открутила полностью все шесть винтов теперь постепенно будем снимать крышку но аккуратно снимаем сначала вот эти динамики подковырнуть чем-то можно потому что они здесь на защелках один есть второй тоже есть так дальше снимаем аккуратно верхнюю крышку она прицеплена аккуратно шлейфом так что снимайте аккуратно потому что блок управления который на крышке находится он прицеплен шлейфом чтобы не оторвать вот так собран этот проектор изнутри сейчас я пока что все подключаю чтобы снять материнскую плату и так вот я аккуратно снял материнскую плату вот так выглядит это вся плата здесь находится два маленьких радиатора несколько шлейфов несколько портов под динамик и разные вентиляторы надеюсь вам все хорошо видно давайте подробнее покажу каждую сторону что здесь есть надеюсь кому-то это будет интересно так здесь маркировка сбоку с этой стороны здесь все более скромно такая пустая практически печатная плата пока что отложим сторонку продолжим разборку корпуса так снимем еще lcd шку вот снял lcd здесь сразу идет пакет lcd вместе с линзой френеля линза френеля сразу прицеплена кстати это первая линза да она не регулируется она здесь фиксированная сразу идет то есть отрегулировать трапецию физически невозможно будет поэтому только регулируется программно здесь находится lcd такой кстати зеркальный как в предыдущей версии c2 я тоже показывал матрица здесь другая это не такая же матрица как и в прошлой версии было но тоже full hd давайте покажу маркировку так чтобы не залапать это все так вот такая здесь маркировка надеюсь вам все хорошо видно вот такой lcd здесь стоит с этой стороны ничего нет с этой стороны ничего нет так отложим пока что тоже сторонку так разобрала часть проектора верхний кожух половину верхнего кошек а и второй давайте сначала покажу какой вентилятор здесь стоит вентилятор который обдувает радиатор я думаю радиатор будет побольше он небольшой он тонкий такой достаточно так вентилятор здесь стоит 12 вольтовый стандартно 0 20 ампера вот такая вот моделька стоит так здесь стоит такая вот поролоновая вставка для того чтобы не вибрировал по корпусу это хорошо принципе что так сделали дальше давайте покажу какой еще турбина стоит турбина принципе здесь турбина такая стандартная я думал здесь что-то другое вот такая турбина не знаю вам видно не видно постараюсь показать тоже тоже 12 вольтовые 030 ампера модель sdm 9330 с тоже той же фирмы пока что тоже в сторонку отложим и здесь находится вот такой блок питания разбирать его полностью не буду просто постараюсь показать вам максимально что здесь есть какие внутренности вот такой вот блок питания здесь установлен надеюсь вам хорошо все видно стандартная стеклышко тоненькая фильтр и здесь тоже линза френеля то есть сначала идет светодиод потом лиза френеля потом стеклышко с фильтром потом lcd и еще одна линза френеля дальше зеркало через зеркало отбивается картинка и поступает на линзы стандартная схема динамик здесь находится один сбоку с этой стороны вот такой здесь отсюда идет динамик он установлен не то чтобы прямо он чуть-чуть в бок направлен как видите а еще один с этой стороны с этой стороны динамик даже получше получается здесь короб побольше акустика получше должна выходить также здесь на радиаторе где установлен светодиод находится такой температурный датчик который принципе срабатывает и делает больше оборота вентилятора радиатор как видите довольно тонкий собственно вот такая вот сборка я думал здесь будет что-то побольше что-то по-другому но принципе более стандартно как и большинство lcd проекторов что-то нового я здесь не увидел ладно буду тогда собирать постепенно обратно надеюсь это видео было вам кому-то полезным до скорых встреч подписывайтесь как обычно ставьте пальцы вверх пока ставьте комментарии если вам понравилось